Борьба за место на новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей стала не менее зрелищной, чем масштабное спортивное событие. У экранов телевизоров вся страна болела за своих и в реальном времени наблюдала за исходом проекта «Народная банкнота». После нескольких месяцев онлайн-голосования судьба новых денег решалась в студии телеканала «Россия-24». Ну а чтобы узнать победителя, мы должны кликнуть просто на одну клавишу «Обновить» и узнаем, кто же победил. Давайте обновим. Вот так, вот так. Вот они наши победители. Давайте их поздравим. Итак, Дальний Восток и Севастополь. Развязка, как в голливудских фильмах. Дальний Восток на последних секундах обогнал лидирующий Севастополь. Но так как купюры две, то и победителей все-таки двое. Вы знаете, решение о том, какой из городов и регионов окажется на какой купюре, будет принимать совет директоров Центрального банка. Но мы, конечно, все помним про песню «Владивосток-2000». Конечно, жители Приморской столицы, да и просто знающие эту уже культовую песню, хотели бы, чтобы чудо произошло. И строчки группы «Мумитроль» оказались пророческими. В Севастополе же, как отмечают и сами жители города, с двумя тысячами ничего толком не ассоциируется. Кстати, символов у каждого из победителей два. У Дальнего Востока космодром «Восточный» и мост на остров Русский. У Севастополя «Херсонес Таврический» и памятник затопленным кораблям. Что будет на двух сотнях, а что на двух тысячах, решит совет директоров Центробанка. Понятно, что до этого никаких подготовительных мероприятий не велось. Все-таки до последнего дня неизвестны были победители. Сейчас должно пройти какое-то время. И, наверное, к концу 2017 года уже будет разработан и дизайн-банкнот, и они будут ожидаемо выпущены, наверное, уже в обращение. Ну и в крае, наверное, появится уже в 2018 году, в начале примерно. Стоит отметить, что россияне впервые в истории сами выбирали, что будет изображено на банкнотах. До этого решение было только за самим Центробанком. Просто принималось решение о выпуске новых образцов банкнот. Они были посвящены каким-то, допустим, сериям. Вот у нас последняя – это города России. И уж какой город окажется на какой банкноте, это принималось уже советом директоров Банка России. То есть это была полностью как бы компетенция Банка России. Население не привлекалось. Это впервые такой опыт. Но, как говорится, у всех подобных нововведений есть и другая сторона монеты. История помнит, что в 90-х россияне уже были знакомы с номиналом в 200 рублей. И те нелегкие годы, обозначенные одним словом «инфляция», вызывают не самые приятные воспоминания. Как отметили в Центробанке, объем выпуска купюр новых номиналов пока не определен. Но в любом случае он не повлияет на объем находящихся в обращении наличных денег. В Центробанке полагают, что к моменту появления банкнот годовая инфляция в стране опустится до 4%, что сделает денежные новинки оправданными и нужными для населения. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.